Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ну что, немножко еще остается до весны и, конечно же, наши перцы. Много вопросов по поводу высева и перцев, и помидоров. Сейчас немножко опять поговорим. Перцы, давайте разбираться, какие же перцы и когда нам высевать эти семена. Значит, подобрали вы перчики, которые вам нравятся. Обязательно посмотрите срок вегетации перца, потому что обычно всегда пишут на пачечках, что срок, допустим, выхода, вот смотрите, под пленкой, так, сейчас скажу вам, вот все равно пишут, смотрите, 90-110 дней. Если пишут такие параметры, мы сейчас разберемся с вами, от 50 до 70 это дней, это получаются ранние перцы. Если от 70 до 100, это получается средне-позднее. И позднее это уже от 100 до 120-140 дней. Да, есть и такие. Поэтому можно сделать растянутое плодоношение. Многие, как говорится, огородники пользуются этим. Почему? Ранний перчик, он обычно, кустики небольшие и быстро отдает свой урожай. Поэтому все-таки интересно, когда плодоношение у нас будет растянутое, и полакомиться этим перчиком можно будет и зимой, скажем так, потому что поздние сорта, они обычно крупные и дозариваются в основном уже в ящиках. И как раз к Новому году, к январю, они у нас поспевают. И, собственно говоря, можно лакомиться круглый год. Поэтому растянутые грядки нам тоже можно сделать. Как их выращивают? Выращиваются они все одинаково практически. Подкормки одинаковые. Единственное, что в разные сроки. Если, допустим, ранний перчик, мы должны его высевать пораньше. Ой, вернее, попозже. Почему? Потому что 60 дней обычно, если разобраться, мы где-то в середине мая по нашим погодным условиям. А то, если есть возвратные заморозки, конечно же, в открытый грунт высеваем, где-то высаживаем нашу рассаду где-то и в конце мая. Поэтому, если посчитать, 60 дней, это получается у нас апрель-май и март. Можно в середине марта высевать вот эти ранние перчики. Что же касается поздних. Поздние у них очень длинный срок вегетации. Поэтому эти перчики высеваются пораньше. Я всегда пользуюсь, многие годы высеваю в два срока. Именно поздние я говорю про те перцы. У меня есть два сорта интересных, которые у меня на протяжении нескольких лет. И, скажем так, зарекомендовали себя хорошо. Поэтому 120 дней, это очень много. Поэтому их высеваю всегда пораньше. Итак, что же выбрали мы перчики поздние сейчас, чтобы нам посеять. И как нам дальше поступать. Я всегда замачиваю предварительно перед посевом семена. Почему я это делаю? Потому что все-таки у перца семена получаются жесткие. И прорасти им, конечно, тоже надо помочь. Поэтому, когда они у нас помокнут, я обычно делаю в янтарной кислоте. Замачиваю свои перчики. И они у меня должны хотя бы сутки полежать во влажных этих дисках. Вот, семена набухают. И я не допускаю до того, чтобы они пускали свои хвостики. Почему? Потому что все-таки у перца они очень хрупкие. Если томаты более такие, уже корешки получаются более живучие, то у перчика нет. У перчика получаются они очень хрупкие. Почему? Потому что само семя жесткое. И если вы его будете, скажем так, обо что-то его ударите, естественно, корешок этот поломается. Поэтому стараюсь немножко пораньше, чтобы не наклюнулись вот эти корешки. Хотя многие говорят и баклажаны там с корешками. Сколько делало все наклюнутые эти веревочкой корешки, они обламываются. И семя может вообще просто погибнуть. Поэтому зачем? Они у нас хорошо взойдут и в почвогрунте. Почвогрунт у нас должен быть легкий, подготовленный. То есть обычно я его делаю, смотрите, добавляю обычно черной земли. Ну, черная земля, вы знаете, что есть у нас и компостная почва на огороде, очень хорошая. И, скажем так, у кого-то и простая в огороде земля, она тоже получается жирная, очень хорошая. Но я все-таки рекомендую, когда при посеве семян, не добавлять огороднюю землю. Почему? Потому что все-таки там много всякой микрофлоры, которая и полезная, и, скажем так, не полезная. Поэтому не надо здесь уже аккуратнее. Далее, когда мы уже рассаду будем в стаканчике сажать, мы уже будем работать уже более с той землей. Поэтому я обычно покупаю простой, дешевый пакетик для рассады. Этот пакетик я всегда на, скажем так, один к одному разбавляю с торфом. Сюда же добавляю, режу всегда, мох с фагму, который все-таки помогает полезными бактериями заселить вот этот почвогрунт. Добавляю разрыхлители сюда, вермикулит. Вот видно тут, правда же, чтобы земля была пушистая, она легкая получается, водопроницаемая и воздухопроницаемая. Так, значит, песочек можно добавлять, но песочек немножко утяжеляет ком земли. Поэтому, когда вы будете набивать стаканчики, они будут давать при поливе усадку и будут очень плотными. И если ваше семечко завалится немножко чуть-чуть дальше, то семени будет уже более тяжело прорасти. Что же касается полива. Полив у нас должен быть именно теплый. Я всегда делаю всегда тепленькую воду, такая, чтобы была немножко теплее, скажем так, моей температуры. И подготовленные стаканчики. Кстати, стаканчики желательно разрезать. Но так как у меня заняты там стаканчики, поэтому я уже взяла кассетку. Почему? Потому что каждое семя может прорасти по-разному. И если у вас выскочка какая-то быстренько взошел, а остальные все еще лежат, вам приходится с теплого места доставать целую кассету и укладывать под свет. Но там уже температура совсем другая, там на 5-6 градусов ниже, чем при отопительных, скажем так, системах. Поэтому ваши семена могут лежать гораздо дольше. И одна эта выскочка будет расти, а остальная вся грядка будет стоять и ждать своего времени. Поэтому желательно, чтобы кассеты ваши были разрезаны на отдельные стаканчики. Тогда очень удобно. Вы берете этот стаканчик, где взошла рассада, и просто выставляете уже под свет. Остальные стоят в теплом месте. Набивая стаканчики, не уплотняйте сильно почву. Не надо сильно ее утрамбовывать. Она должна быть легкая, потому что она еще утрамбуется у вас при поливе. Чтобы у вас почвой грунт был легкий. Чтобы корешки, которые молоденькие, хорошенькие, они прорастали уже с легкостью. В эту воду, если у вас не продезинфицирована почва, вы можете добавить марганцовки, сделать светло-розовый марганцовочный раствор. Или, как я, добавляю микоризу. Я знаю, что она сработает. Кстати, после микоризы земля может покрыться белым инеем. Это хорошо, это значит благородная почва. И эти грибы, скажем так, полезные, которые уничтожают вредоносные бактерии, они хорошо себя ощущают. И вашей рассаде ничего не угрожает. Итак, полили. Обязательно, чтобы была тепленькая. Почва грунт, естественно, тоже не с мороза, а комнатной температуры. Так как у нас семена прогревались, поэтому мы должны заложить практически в те же условия, в которых они прогревались. Семена раскладываю. Обычно сеют, хватает такого стаканчика 2 на 2 или 3 на 3 для одного семени. Но это если вы точно знаете, что у вас семена 100% зайдут и схожесть у вас 100%, тогда, конечно, да. Но если семена у вас немножко старше, потому что обычно хорошо сходят семена, которые прошлогодние, позапрошлогодние. Но если семенам уже 3-4 года, если они у вас хранятся, уже здесь схожесть у нас получается гораздо туже. Поэтому семена надо пробудить. И обычно я свои семена, которых в достаточном количестве, я обычно в стаканчике высеваю по 2. Почему я это делаю по 2? Я потом самый хороший росток, который у меня будет, естественно, их будет 2 растеница, я обязательно выберу лучший, а самый слабый удалю. И в виде этого исключения, скажем так, когда я исключаю слабые растения, у меня получится крепкая рассада. То есть я знаю, что моя рассада вырастет и превзойдет, скажем так, ту рассаду, которая немножко поменьше. Вот, когда вы кладете семена, глубоко их не надо заделывать. Я обычно заделываю 0,5 сантиметра или сантиметр. Столовой ложечки у меня земли без горки хватает, чтобы уделать эти семена. Но на этот покров, который у меня здесь есть, я обычно ищу... Смотрите, вот семя лежит. И у него носик. У каждого семени есть носик. Этот носик я стараюсь сделать вот так вот, видите, наклонным способом в почвогрунт. Вот, я его заделываю в почвогрунт, чтобы он стоял на ребро, чтобы семени было тоже легко прорасти. Потому что обычно, если семя лежит и корешок выходит, он пока зайдет вглубь вашей почвы, он получается с собой тянет вот эту оболочку тяжелую. И семя потом получается надо чистить, зеленый росток вот от этого семени. Но поверьте мне, когда эта семя, оболочка эта выходит на поверхность, она получается очень жесткая. И снять ее очень сложно. И бывает, что при снятии они ломаются, хрупкие еще семцы. И получается так, что, собственно говоря, теряете растение. Делаю, значит, по два семечка. У кого-то, если вы сомневаетесь, вы можете в такие стаканчики, которые вот у меня по три сантиметра, можно посадить и три, и четыре. Но в дальнейшем вы должны... Делаю я, конечно, не вытряхивая стакан, а просто ножничками срезаю растение, которое мне не нужно. Заделываю все время, стараюсь в одном порядке. То есть, если я высаживаю наискосок вот так, я вот так все и высаживаю. Для чего я это делаю? Если я буду высаживать один так, а второй так, то у меня рассадь должна подрасти. И у меня получается растение при растении опять тесно. А так вот, когда здесь вот у меня растение, здесь растение, понимаете, они не будут притенять друг друга. И им будет очень хорошо и комфортно. Поэтому во всем есть свои нюансы. И если сделать это с любовью, у вас обязательно получится хороший урожай. Никогда не забуду, когда звонила Оксана Владимировна и говорила, Ой, у меня перцы никогда не удаются. Я уже не знаю, что делать. Я в теплицу посадила, в теплице тоже все пропали. Я говорю, вы посадите в открытый грунт. Я постаралась, ей подобрала семена. Посадите в открытый грунт и просто оставьте их. Поливайте и все. Когда растение болеет, оно все время говорит вам об этом. Оно все время покажет по листве, оно покажет цветом своим. То есть, увядание, оно всегда видно. Или болезни на растениях. Пятнышки какие-то. А если растение себя хорошо чувствует... Я говорю, не надо. Залюбленные растения, они не хотят расти. Они капризные. Надо наоборот подойти и сказать. Если ты не хочешь расти, я на твое место найду другого. И он обязательно вырастет. И посмотрите, растение откликнется. И будет, скажем так, производить вам хороший урожай. Как раньше в яблони вбивали гвозди. Для чего яблоня долго не плодоносит? Подходят к ней с большим молотком, с большим гвоздем. Вбивают в яблоню гвозди. Говорят, вот если ты не будешь плодоносить, мы тебя в следующем году спилим. И пойдешь у нас на дрова или на строительный материал. И все, яблоня плодоносит. Я проверяла старую яблоню так. Малиновку. И действительно был урожай. Ну ладно, отошли от темы. Значит, вот смотрите. Семена раскладываем. Укладываю, скажем так, носиком вниз. Вот. И оставляю. Вот видите, тут получается примерно сантиметр доверху. Если вы стаканчики набьете, ну там жалеючи, что потом можно будет земли подсыпать наполовину. Маленькие всходы, они будут нуждаться почти каждый стакан в прямом свете. То есть вам должна быть здесь лампа не одна, а даже две, чтобы в каждый стакан она светила. Чтобы внизу там ваши растенницы поднялись и пошли к свету. Поэтому это не надо делать. Обычно делается это целый стаканчик. Появляется петелька, она сразу же видит свет. Любой. А если она у вас там на глубине стакана, она не увидит. И получится всем на тем. Поэтому, так, делаю, значит, сантиметр до краешка. И вот теперь вот, достаточно мне, смотрите, вот столько почвогрунта положить в мой стаканчик. И просто придавливаю, приравниваю. Вот так вот ложечкой. Если почвогрунт у вас очень влажный, сверху брызгать я даже и, собственно говоря, и не брызгаю. Почему? Потому что этот грунт сверху, он должен быть рыхлым, легким. А если он будет мокрым, он будет тяжелым. И семье тоже будет очень тяжело взойти. Кстати, если комковатая у вас земля, тоже проверено мной. Если вы покупаете какую-то землю и посмотрели в пакете, там много комков. То есть, особенно касается торфа там или другого грунта. Где там больше камушков там заложено, каких-то дренажных. Значит, что вы делаете? Вы через сито обязательно для рассады, хотя бы вот этот грунт, который будет у вас сверху. Вы должны через сито его пропустить, чтобы не было комков. Потому что если тяжелый комок ляжет на ваше семя, оно, во-первых, будет прорастать там по кривизне. И иные могут и не вылезти. Почему? Потому что тяжело через этот камень прорасти. А иные будут путаться, крутиться и с корешком со своим скрутиться. Ну, короче, может быть погибель. Поэтому лучше подготовиться и сделать все правильно. Тогда, как говорится, будем ждать всего самого хорошего. Никогда не отчаивайтесь. Всегда все получится. Это доказано уже многим. Потому что люди в отчаянии звонят. Вот опять я уехала, приехала, мои баклажаны жук сожрал. И все. В следующем году эта женщина уже сделала так, чтобы жук туда не попал. Отделали бутылками этими пятилитровками. Жук туда уже не попал. И баклажаны она ела с удовольствием. И она говорит, спасибо вам, что вы даете надежду. Просто делайте это с любовью, с интересом. Ведь вы делаете для себя, для близких. Поэтому любое растение, оно отзывчиво. Вот поговори с ним, подойди, погладь. Оно, скажем так, и отблагодарит тебя цветением. И всегда, когда человек позитивный, у него дома и позитивная атмосфера в цветах. То есть, вы понимаете, и растения цветут. Но когда все гнетущая обстановка, и цветы не цветут. И, скажем так, ничего не растет. Поэтому старайтесь позитивно даже по жизни быть добрее друг к другу. Так, здесь я еще семена не положила. Ну вот, в таком положении у меня есть специальные такие стеклышки, которыми я накрываю свою грядку. И ставлю поближе к отопительным приборам. Если у вас семена свежие, они прорастут буквально пятый-седьмой день. Вот баклажаны в этом году у меня выпрыгнули очень рано. То есть, хватило и каким-то пять дней, а каким-то семь. Обычно они дольше, 10-15 дней, а здесь они быстренько. Вот. И вот в таком положении оставляете. Но это не значит, вы можете пленочкой накрыть. Вот обычную пленку можете прозрачную накрыть. Но не забывайте, что каждый день надо подойти, если у вас стоит этой стороной к отопительному прибору. Поменяйте грядочку, переверните, чтобы с этой стороны тоже прогрелись. Пленочку обязательно переверните, потому что конденсат на пленке все время холодный. И получается, если холодная капелька падает на эту петельку, могут быть грибные заболевания. Поэтому старайтесь тоже делать все аккуратненько. Главное нам ее, малышей этих, вырастить, чтобы они пустили листочки. Вот это основное правило на сегодня, которое надо сделать. Хочу вас еще сказать, что именно в феврале месяце мы начинаем доставать свои маточники, которые у нас хранились всю зиму. Сохраняли цветы, которые мы потом будем делать на черенкование. Это касается гераний, это касается вечноцветущих бегоний, это касается многих. Я даже гвоздику оставляла, две корзинки, дихондру, которую можно порезать и сейчас черенковать. Поэтому для черенкования, если ваше растение, вот как мое, оно бросило уже цветы, обязательно срезаем все цветочки, все цветочки удаляем, ничего страшного. Эта растенница даст много красивых, скажем так, собратьев, которые потом превратят ваши корзины, ваши какие-то места отдыха в красиво цветущее место. Вот, особенно это касается любимок, это неприхотливые гераньки, которые мне очень нравятся. Их столько, такое большое разнообразие, что всегда просто сидишь и поражаешься, вот как природа создает вот эту красоту. Значит, что здесь мы смотрим? У нас здесь очень много стволиков. И вот эти стволики я обычно, вот смотрите, до нижнего листочка, вот, нижний листочек, ну здесь не видно, сейчас я вот еще обрежу пару этих. Вообще надо было, по идее, достать его и показать вам. Ну вот, будет видно, смотрите, я обычно обрезаю до нижнего листочка. Даже если здесь посмотреть, видите, идут уже растущие почки, которые потом превратят наш кустик опять в пышно растущее растение. Вот. Вот эти росточки, которые мы с вами берем для черенкования, это не как там, допустим, у розы или у другого растения. Здесь обычно хватает одного листочка. Очень хорошо бегония черенкуется. Конечно, не ножницами желательно резать, а резать надо лезвием тонким. И запоминайте, что все-таки всегда надо дезинфицировать лезвие. Вот. И в таком состоянии, опудривая, там корневином можно опудрить, сделать баночки рассадные. Рассадные баночки могут быть из-под торта, у которых прозрачные крышки. В крышках сделайте дренажные отверстия, насыпьте туда половину пущего грунта и вставьте свои черенки. Накройте вот это и поставьте светлое место. Светлое, теплое, ну, комнатной температуры. И посмотрите, сколько красивых растений с одного растения вы вырастите. Потому что это тоже работа кропотливая, скажем так. Но она, во-первых, сохраняет ваш бюджет, потому что по весне они будут очень дорогие. И, скажем так, пораньше подготавливает ваш сад к цветению. Вы уже именно цветущее растение можете вынести в ваше кашпо, в ваши грядки, в ваши клумбы. Вот это основное, что надо сейчас сделать. В следующей передаче мы с вами будем доставать посадочный материал. То есть бегонию из клубней там, допустим. Проверим наши гладиолусы и георгинки, которые дома хранятся. Вот. И если у вас будут вопросы, обязательно звоните. Ну, а на сегодня все. До свидания. Берегите себя. Берегите себя.